привет с вами я виктория исаева и я здесь чтобы напомнить вам жизнь прекрасна выйти замуж что может быть проще оплати госпошлину 200 рублей подай заявление приди поставь подпись поставь штамм в паспорт все это очень простая цель доступная каждой девушки между тем прекрасные фантастические красивые замечательные девушки почему-то не могут эту простую цель реализовать давайте постараемся понять почему и как собственно всем быть счастливыми замужем первый момент если ты хочешь замуж если ты хочешь создать семью задай себе простой вопрос зачем мне это нужно что мне даст штамм в паспорте ответ на этот вопрос покажет твою мотивацию если ты ответил себе что-то вроде ну если я выйду замуж мама от меня наконец отстанет или ну если я выйду замуж наконец-то я не буду белой вороной буду как все мои подруги замужем с детьми с кольцами со штампами с кредитами с ипотекой буду как люди жить да если твой ответ такой прости но ты пока не готова выйти замуж твоя мотивация в корне не верна именно люди которые выходят замуж стремятся создать семью чтобы угодить обществу чтобы угодить родителям чтобы не разочаровать своего молодого человека потому что боятся что возраст пройдет годы пройдут и все и что короче все кто делает этот важный шаг замужества и страха обычно обречены обречены находиться в браке да хорошее дело браком не назовут семейная жизнь таких людей обычно складывается не самым лучшим образом потому что они приняли это решение не из любви к себе не из любви к своему партнеру не из любви к свадьбам замужеству и созданию семьи или еще чему-то а просто из страха кого-то разочаровать кому-то не угодить не соответствовать каким-то стандартам опоздать не успеть на свой поезд когда мы делаем что-то из страха ничего хорошего из этого не получается но если сейчас на этот вопрос зачем мне выйти замуж ты ответила следующее и чувствую что семья сделает меня счастливой я чувствую что моя жизнь сыграет новыми красками перейдет на новый уровень станет более многогранные интересные я чувствую что не хочется действительно соединить свою жизнь с чьей-то значит ты готова к замужеству и дело осталось совсем за малым для того чтобы выйти замуж тебе нужно сделать всего три простых шага шаг номер один прости своих родителей это может показаться странным но это очень разумный шаг ведь именно наши родители прививали нам все наши понятия о любви о том какими могут быть и должны быть отношения о том какой будет твоя семейная жизнь и многие из нас наследуют шаблоны как позитивные так и негативные у большинства из нас к зрелому возрасту скапливается масса претензий предъяв недовольство по отношению к своим родителям то не делали не так это неправильно то неверно возможно вы кидали словами типа у меня в семейной жизни такого точно не будет я таких ошибок не повторю я такого мужчину не выберу я буду с этим мириться не буду жить не буду и чем больше мы вот так вот говорим о своих родителях чем больше мы так думаем чем больше мы их осуждаем тем больше мы себя обрекаем на повторение их опыта на проигрывание точно такого же сценария в нашей личной жизни поэтому очень важно какими бы ни были отношения твоих родителей и твои отношения к ним внутри семьи Очень важно простить их, простить им все их ошибки Для этого ты можешь использовать любую из методик, которые есть на моем канале Пару ссылок я даю в описании к этому видео Словом, отработай эти старые обиды Ты почувствуешь себя намного легче И замужество станет для тебя абсолютно доступной целью И не просто замужество, а счастливое замужество Второй шаг, который ты должна предпринять Это окружить себя позитивными примерами Все мы живем с мыслью и с этой установкой Что хорошее дело браком не назовут И действительно, в сказках хэппи-эндом все кончается И после свадьбы вроде как сказка тоже заканчивается И многие мужчины не хотят жениться Потому что в голове сидит установка Что вся сказка после свадьбы заканчивается Но это не обязательно должно быть так Постарайся окружить себя как можно большим количеством людей Которые женаты и счастливы в семье Окружай себя и общайся с такими семьями Чьи модели, чей образ жизни Чьи отношения тебе нравятся, тебе импонируются Тебе хотелось бы, чтобы у тебя было что-то похожее Чем больше вдохновляющих примеров будет вокруг тебя Тем легче тебе будет выйти замуж И самой построить именно счастливую семейную жизнь Обычно одиночки у нас общаются с одиночками Холостяки с холостяками Женатики с женатиками Мамочки с мамочками и так далее Но если ты хочешь перейти в другую лигу Например, в лигу счастливых замужних женщин В лигу матерей Постарайся найти как можно больше подруг, друзей, знакомых Именно из этой лиги, в которую ты хочешь перейти Дело в том, что чужим примером, чужим опытом можно заразиться Чужим замужеством можно заразиться Чужим материнством можно заразиться Чем больше вдохновляющих примеров вокруг тебя Тем легче погроммируешь ты свое подсознание На то, чтобы сбылось то, о чем ты так мечтаешь Поэтому тусуйся с теми, кто уже достиг этой цели И твоя цель реализуется намного быстрее И, наконец, последний момент Сбрасывание важности Перестань задавать себе вопрос Почему же я до сих пор не замужем? Ну что со мной не так? Да все с тобой и так Хватит спрашивать, почему ты не замужем? Так ты только ковыряешь свои изъяны Ищешь их, находишь у себя какие-то комплексы, проблемы, недочеты Пытаешься с ними бороться, работать Ничего не получается Ты усугубляешь ситуацию Спроси себя, зачем я пока не замужем? Зачем мне пока свобода, холостяцкая жизнь? Как я могу ей распорядиться себе во благо? Ведь если твоя цель сбудется в ближайшее время Дай бог, что ты будешь замужем еще 20, 30, 130 лет А то холостяцкое время, тот период, когда ты свободна У тебя осталось, может быть, пара месяцев ходить Свободной, одинокой, независимой, холостячкой невестой Так используй это время с максимальной пользой для себя Не в переживаниях о том, что, ай, блин, когда же, наконец, замуж? Да насидишься ты еще замужем, 100 лет еще Еще будешь скучать по свиданиям, по флирту По вот этой вот веселой, свободной, вольготной жизни Поэтому пока у тебя есть она, цени ее Потом, когда ты будешь замужем, у тебя будут дети, внуки Ты будешь с удовольствием вспоминать эти дни Наверняка ты захочешь ведь вспоминать веселые дни А не дни, когда ты сидела у окна, вот так вот перед шоком Говорю, где же мой суженый, почему же я не замужем, да? Так что цени то, что у тебя есть сегодня Даже если у тебя пока нет избранника, жениха, семьи, штампа и кольца Цени то, что у тебя есть И тогда то, о чем ты мечтаешь, не заставит себя ждать Ну вот, собственно говоря, и все Большое спасибо, что посмотрели Ах да, и в этом видео я бы очень хотела передать мою огромную благодарность Одной из моих подписчиц Татьяна из Якутских бриллиантов в Атрию Минокурской Спасибо тебе огромное, ты знаешь за что С вами была я, Виктория Исаева И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать Субтитры сделал DimaTorzok